Друзья, всем привет, с вами я, Эд Скрайбер, доброго времени суток. Сегодня у нас обзор нашумевшего телефона Asus Zenfone Max Pro M2. А вышедший прошлым летом смартфон Asus Zenfone Max Pro M1 стал настоящим хитом на отечественном рынке. Аппарат смог предложить неплохую производительность, 636-й снап там стоял, 5000 мА была батарея и не совсем высокая цена. Неудивительно, что Asus так быстро выпустила второе поколение смартфона, а первой страной, где можно было купить этот смартфон, была Россия. Насколько сильно новая Asus Zenfone Max Pro M2 отличается от предшественника, мы как раз посмотрим в этом обзоре. И давайте попробуем во всем этом разобраться. Начинаем. Вначале распаковка. На самом деле ничего выдающегося, обычная коробка. По моему мнению она стала немножечко красивее, но на самом деле это не важно. Внутри зарядка 5 вольт 2 ампера, кабель USB-micro-USB, скрепка и мануальчик. Перейдем к характеристикам. Экран 6,3 дюйма, большой экран, Full HD+, разрешение, защитное стекло, корнинг Gorilla Glass 6-го поколения, это, кстати, плюшка этого телефона и это IPS-матрица. Относительный размер экрана около 90%. Экран мне понравился, запаса яркости хватает, также в темноте на него приятно смотреть, углы обзора хорошие. Asus нас начинает уже приучать к тому, что качество экрана у них великолепное за эти деньги. Оно где-то на уровне Xiaomi Redmi 6 Pro, где-то вот в этом районе. Картинка яркая, сочная, олеофобное покрытие здесь среднего уровня, которое, ну, приятным ощупь. Далее беспроводные модули связи. LTE здесь в бендах 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40. И так есть 3, 7 и 20. Это нужные нам бенды, они выделены красным цветом. Wi-Fi здесь 2,4 Гц, нет поддержки 5 Гц, это, к сожалению. Bluetooth 5.0, GPS и многими любимый NFC. И на этот раз NFC работает сразу же из коробочки. То есть не надо перепрошивать, что-то там делать, ждать обновлений и так далее. Сразу все. Также здесь и FM-радио. В общем, если просто сказать, то полный набор в этом телефоне. На борту голый Android 8.1.0. Недавно прилетело обновление. Жестов на голом Android нет. Вообще, с обновлениями у Asus и в предыдущем телефоне, и в этом аппарате все нормально. Обновления приходят регулярно. Видно, что Asus следит именно за этими телефонами. И он сделал на них конкретную вставку. Сейчас как раз вы увидите скриншот последнего обновления. Камеры. Сразу скажу, что они стали чуть лучше, чем в предыдущей версии. Основная тыловая камера на 12 Мп. Матрица Sony IMX486. Апертура f1.8. Автоматическое распознавание типа сцены. 13 вариантов, люди, еда, собака и так далее. Но нужно это или нет. На самом деле, этим мало кто пользуется. Но, в общем, здесь искусственный интеллект тоже присутствует. Дополнительная камера на 5 Мп для создания эффекта боке. Фронтальная камера на 13 Мп. Апертура f2.0. Сразу скажу, что фронталка это слабое место этого телефона. Даже после обновления. Фронталочка выдает снимки так себе. Возможно, допилит. У Asus, кстати, такое бывает. Они допиливают. И, в принципе, фронталочка становится все получше. Видео основная камера снимает в 4К. Фронталка в Full HD. Электронная стабилизация есть в обоих. Давайте посмотрим примеры фото и видео на эти камеры. Основная камера. Берем тестер для линз. Увеличиваем. И мы видим, что четвертый ряд. Мы видим полосочки на четвертом ряду. Это очень хорошо для этого телефона. Фото это сделано при хорошем комнатном освещении. Идем к краю линзы. И видим, что фото ухудшается. Это говорит о том, что качество линзы не совсем хорошее. Но, в принципе, это стандартная, нормальная такая ситуация. Следующее фото макросъемка. Уровень детализации мне понравился. Он хороший. Видно отдельные волоски. Приятно смотреть. Следующее фото меня удивило. Посмотрите на эти цифры. Их вообще, по сути, не видно. Давайте приблизим их. Смотрите, насколько четкое изображение получается. По уровню детализации мне телефон очень понравился. И если хороший свет, то вообще проблем никаких нет. Цветопередача тоже нравится. Насыщенные цвета. Обратите внимание на вот эти фрукты. И, можно сказать, следующее фото в сумерках. Все то же самое. В принципе, приемлемая такая нормальная детализация. Далее примеры видео на основную камеру. Обратите внимание, стабилизация здесь так себе. У Xiaomi здесь все гораздо-гораздо лучше. Здесь Asus'ам надо еще допиливать программное обеспечение. Если они это сделают, то, наверное, минусы они свои пофиксят. Автофокус бегает туда-обратно. Но, в принципе, к нему сильных претензий нет. Вот такой вот уровень съемки. Full HD разрешение. Фронталка. Качество, как я сказал, уже не очень. Даже после обновления не совсем его хватает. Посмотрим две фотографии на фронталку. Но, на самом деле, она, если честно говоря, не очень. Это минус этого телефона. А вот видео фронталка меня очень удивила. В первую очередь, своей электронной стабилизацией. В основном, в смартфонах этой функции нет. Ну, или я не обратил внимания. Если честно, на фронталках никогда нет стабилизации. Хоть какой, электронной, оптической и так далее. Я не говорю сейчас про айфоны. Но вот здесь действительно фронталочка со стабилизацией снимает очень великолепно. Может быть, не совсем видно на этом видео. Все детали конкретно вот этого момента. Но, на самом деле, меня это порадовало. Далее, центральный камень. Процессор здесь. Снап здесь 660, 64-битный, 8-ядерный, 14 нанометров с функцией интеллектуального скварельния Qualcomm All Engine и энергосберегающей технологии FinFed LPP. Сразу скажу, что энергосберегающая технология работает действительно очень хорошо. Потому что, в отличие от Mi A2, там тоже сам процессор, он греется и он очень жрет быстро батарейку. В этом случае здесь все по-другому. Возможно, подрезали здесь частоты. Это не критично для игр, но в плане производительности все осталось, по сути, все то же самое. А батареечку кушает гораздо меньше. Великолепное решение у Asus получилось. Видеоускоритель здесь Adreno 512. Есть версии на 4.64, на 4.128. Оперативная память типа LPDDR4X. Основная EMCP. Также основную память можно расширить за счет карты microSD до 2 терабайт. Android также дает еще 100 гигабайт на своем сервере бесплатно на год. Потому что здесь голый чисто Android. Сколько вся эта комбинация выбивает в Antutu? Она набирает примерно 130 тысяч баллов. Чего хватает за глаза на многие годы для всех программ. Ну и также в игры можно поиграться вообще без проблем. Цвет этого телефона синий. Ну, так сказать, хорошо, что не цвет настроения, а вот именно сам телефон. Есть миниджек, шустрый сканер отпечатков пальцев и распознавание по лицу. Все работает хорошо. Даже в темноте он разблокируется, но он не такой надежный, как, допустим, сканер отпечатков пальцев или же обычный пароль. Звук 5-магнитный, динамик с интеллектуальным усилителем NXP. Над звуком этого телефона действительно поработали. Во многом он улучшился. Громкий, хороший, не срывается на хрипы. Батарея. Батарея это радость этого телефона. 5000 мАч, 1 час и в игры в асфальт он посадил батарею на 11%. И другой эксперимент у меня был. Я проехал 400 км в соседний город с включенным навигатором. И он посадил батарею за 6 часов на 45%. В общем, в плане автономности это один из лидеров. Для меня это вот один из самых больших плюсов этого телефона. Конкуренты этого телефона Mi A2, Mi 8 Lite и новинка этого года Redmi Note 7. Ценник. Версия на 4.64 стоит 17 990 рублей или около 280 долларов. Версия на 128 гигабайт 19 990 или около 310 долларов. Стоит ли телефон этих денег? Однозначно, друзья, стоит. Далее мы продолжим. А пока я попрошу подписаться на этот канал, поставить ему лайк, если вам не жалко. Если вам не нравится, то ставьте дизлайк. Пишите любой комментарий. Делайте репост этого видео в любой соцсети. И не забывай про колокольчик. Большое тебе спасибо за это. И мы продолжаем. Перейдем к элементам внешнего вида. На передней панели сверху светодиод с различными цветами. Различные датчики, разговорный динамик и салфи-камера на 13 мегапикселей. На левой грани лоток под две nanoSIM-карты и карточки microSD. Это тоже козырь этого телефона. Внизу миниджек, основной микрофон, microUSB и основной динамик. На правой грани кнопки громкости и кнопка включения и выключения. Сзади модуль сдвоенной камеры. Сверху дополнительная камера на 5 мегапикселей. Ниже основная на 12 мегапикселей. Еще ниже вспышка. Сверху вспомогательный микрофон для шумоподавления. На задней крышке сканер отпечатков пальцев. И надпись ASUS. Задняя градиентная крышка из пластика. Проверим скорость серфинга в YouTube и в Chrome. В YouTube, смотрите, проблем нет. Серфится без проблем туда и обратно. В Chrome тоже очень все шустро происходит. То есть серфить на этом телефоне одна радость. Проблем никаких нет. Плюсы и минусы этого телефона. Начнем с плюсов. Первый плюс NFC, конечно же. Второй великолепный процессор 660 дракон. Мощный и лучше адаптированный. Третий плюс это 5000 мАч батарея. Тут и говорить не надо. Дизайн, конечно, мне понравился. Но это на любитель. Тройной сим лоток. И шестой плюс это голый андроид. И, честно говоря, я даже начинаю к нему немножко привыкать. Хотя отсутствие жестов, конечно же, напрягает. Минусы. Слабая фронталка. И второй минус Wi-Fi на 2,4 Гц. Хотелось бы и на 5, конечно же. Кто-то к минусам причисляет еще отсутствие USB Type-C. Но если честно сказать, то здесь столько плюсов. То я это бы не отметил в какой-то конкретный минус. Потому что microUSB заряжается. Своей задачей справляется. Игры. Телефон играет без проблем. Огромный экран. Большая батарея. Хорошо адаптированный процессор. Делает свое дело. Никакого дискомфортно. Играя в игры я не почувствовал. То есть великолепно. Мне все понравилось в этом отношении. Я бы назвал, друзья, этот телефон флагман в миниатюре. Или предфлагман. У этого телефона есть все, что необходимо для человека. И по мне это единственный и адекватный конкурент компании Xiaomi. У Xiaomi разве что видеосъемка с хорошей стабилизацией. Вот действительно это его преимущество. Ну и в новом Redmi Note 7 будет USB Type-C. Вот, наверное, два плюса, которые есть у компании Xiaomi. Друзья, если бы мне не нужны были деньги, я бы этот телефон не продал. Я бы оставил себе его как основной. Но мне нужно заказывать новые телефоны. Поэтому мне пришлось его продать. А так бы я действительно его оставил себе. Я всегда за здравую конкуренцию. Конкуренция порождает новые технологии. Конкуренция порождает инновации. И свои какие-то фишки и особенности. И это, друзья, великолепно. С вами был я, Эд Скайбер. Всем хорошее настроение. Всем пока-пока.